Значит, современная тантра. Долго я думал, нужно ли об этом говорить, но думаю, надо все-таки поделиться знаниями какими-то на этот счет. Так, с чего начать? С притчи, наверное, начну. Такая притча. Я немножко ее, правда, переделал. Приходит ученик к учителю и спрашивает, чем ты занимался, когда не был учителем? А, в просветленном смысле. Ну, ел, пил, женщинами спал. Чем ты начал заниматься, когда ты стал просветленным? Что изменилось? Ну, ем, пью, сексом занимаюсь. Все то же самое, не поймут ученики. В чем подвох-то? Двох как раз заключается в осознанности. То есть, обычный человек, он зациклен на том, что он делает. То есть, у него есть некие желания, страсти, которые его удерживают на этих объектах и привязывают его. Так вот, просветление – это осознанность. Вы можете делать все, то же самое, что и делали, но, когда приходит просветление, вы уже это делаете осознанно, с измеримостью определенной. То же самое тантра. Тантра – это единение, иными словами, слияние. Тантра познает мир, не уходя от мира, а познавая объекты этого мира. То есть, можно сказать, в какой-то степени… То есть, нельзя сказать, что она смакует. Вот это как раз человек смакует, а она именно познает осознанно. При этом, как говорят, тантра должна… Тантрист должен чувствовать, научиться, и все такое прочее. Неужели вы думаете, что человек не умеет чувствовать? Он, скорее всего, глубокие вещи не может чувствовать. А внешний достаточно, на каком бы уровне там ни было, он чувствует. Просто это могут быть грубые чувствования, более тонкие чувствования. Вот, якобы, тантра развивает тонкие чувствования. Но, опять-таки, вернемся к тантру. Если провести аналогию с духовными познаниями, как есть аскеты, есть миряне, есть религиозные люди. И вот, идет такое расслоение, как бы, получается, что… Некоторые тантристы, насколько я вижу, проповедуют, на самом деле, какую-то тантру, как аскетизм какой-то. То есть, они в идеал ставят там… Отсутствие секса. То же самое, как аскеты в идеал ставят. То же самое, духовные люди в этот идеал ставят. Но они, может быть, не сразу к этому приходят, но это у них идеал. Вот я не зря рассказал притчу вначале. То есть, на самом деле, вы должны понять, цель всего, вообще, абсолютно всего – это гармония. Это, во-первых. А, во-вторых, это осознание себя в данном моменте, на любом уровне, на каком бы вы ни были. Просветленный человек, так же, как и тантрист просветленный, он может все делать. И с сексом заниматься. И без секса он может все. Он просто осознает свою потребность. Вот есть у него сейчас, вот он чувствует, что вот в этот момент ему это надо. И он это делает, как и просветленный. Он вот чувствует данный момент, гармонию в данном моменте. И поэтому для них, для просветленных, не существует указаний. Они выше этих всех вот градаций. Они находятся за пределами этого. Потому что изначально у них нет страстей в том понимании, как есть у человека страсти. У них есть некая, может быть, страсть. Это переходит в осознанную устремленность, какую-то устремленность познать. Он познает мир уже пробужденный. Он вступает на путь осознанного познания. То же самое в тантре. Вы можете делать все то же самое. Ну, что происходит? Вернемся к тантристам, аскетистам. Это я шуткой говорю, конечно. Что происходит? Происходит, я вам скажу грубовато. Это мастурбация. Поэтому, что касается, что я считаю, что это мастурбация. То есть, это потому что искусственный метод достижения желаемого, скажем так. Ну, это я говорю, как практика. На самом деле, по-мягкому, это различные практические упражнения, но не являющиеся таким, перепрыгнуть, скажем так, с естества в просветление. То есть, искусственно, скажем так, перепрыгнуть какими-то искусственными методами в просветление. То же самое, как человек сидит в медитации. Ну, неужели вы думаете, что сидит в медитации, или занимаясь чисто просто отрешением каким-то, человек достигает какого-то просветления, или какого-то благосклонности какой-то. Ну, это, конечно, понятно, что любое отрешение, как бы это срабатывают различные законы, конечно же. Работают эти законы. Это законы Вселенной. Когда человек отрешается, определенную энергию он получает, ну, как вы экономите деньги, да, вы ущемляете себя, но потом вы накопили эти деньги, вы можете их потратить. Вот то же самое здесь абсолютно аскетизм. Вы скопили карму, и потом можете ее использовать. Это законы Вселенной. Вот. Что бы вы ни делали, там, в тантре пытались, там, просто, вот, там, обжиматься, прижиматься, ласкаться, тренироваться, но при этом, если вы сдерживаете себя, свое естество, вот вам нужно, грубо говоря, кончить, а вы сдерживаете себя. Это хорошему не ведет. Ну, это как аскетизм, который, там, доходят люди до фанатизма, там, перекручивают себе, переверчивают. То есть, это не естество. Это противоестественно и против гармонии. Против гармонии Вселенной. Вы должны чувствовать свой ритм, свой баланс. Когда вам это нужно? Это не значит, что нужно все время злоупотреблять этим, когда вам просто захочется, вот, при любом моменте. Вы должны чувствовать свой организм. Я вам не могу сказать конкретного, сколько вам это надо делать. Ну, вывели там, ученые средние, там, два раза в неделю. Ну, я считаю, это как бы нормально. Два раза в неделю там кончить. А так, в среде недели можно заниматься сексом сколько угодно, грубо говоря, не кончая. Но два раза в неделю кончать, допустим, ну, там, если есть потребность, нет потребности. То есть, если нормально себя человек чувствует в этом, может сокращать, как бы, этот разрыв, там, в неделю раз, там, в месяц. А с кому как надо. То есть, тут, и это не достижение. Только главное, не надо этим гордиться. Это всего лишь ваше индивидуальное естество. Ваша гармония. Было в те времена, когда люди должны были подготовиться. И поэтому, якобы, было все это, там, медитация, все такое прочее. Я не говорю, что медитация не существует. Она существует, но она естественная. Не нужно в ней сидеть. Она просто, как естество, существует. И она приходит в осознанности. Если вы хотите учиться медитации, это отдельная тема. То есть, это не просветление. Вот сидят там некоторые буддисты и учатся медитировать. Они просто учатся медитировать. Они не занимаются просветлением. И это дает просветление. Вот делают что-то там, тантристы какую-то практику проводят там без секса. А они не занимаются истинной тантрой в понимании, как просветленные. Они просто делают определенную практику. Это не есть цель. Это всего лишь практика. Что аскетизм – это практика. Что так называемый тантризм, который проповедуется общепринятым, это тоже практика. Это не является идеалом, как споры идут. Тантристы, аскеты, борьба такая идет. Да все это практики на самом деле. Это все развивает человека. Качество определенное ему дает волю, ощущение, познание. Аскетизм там себя по-своему познает. Тантрист по-своему себя познает. Но вся загвоздка в том, что сознание и аскета, и тантриста далеки от просветленного. И когда они отпустят себя, отпустят себя в вольное плавание, освободят свои мысли от предрассудков, свои желания, свое устремление от предрассудков, как оно должно быть, и сосредоточатся на гармонии, на данности, на этой данности как в вечности, они поймут, что вот тут, в этой их маленькой вечности, нужно найти себя, свою гармонию. И отпустить все предрассудки, все свои представления от просветленности. И вот когда они это отпустят все, вот тогда, возможно, они достигнут. А не когда они пытаются чего-то развить. Развитие это как цветок, происходит само собой. Вот вы находитесь в процессе, и в этом процессе идет развитие. Но когда вы сосредоточиваетесь на гармонии, когда вы сосредотачиваетесь на всем, как на вечном процессе, это вечный процесс познания. Просветленный это не тот, кто достиг просветления, и все. И дальше как будто тупик. Нет, это не тупик, там другое развитие. Оно дальше идет, это больше, чем человек. Уже идет другой уровень. И вот к этому уровню нужно подготовиться. Прежде чем подготовиться, нужно познать все эти желания, все эти ощущения, все эти эмоции, когда, как вы их познаете, пытаются там, там, 300 перепрыгнуть. Познают ощущения. Есть разный тип характера, разный темперамент у человека. Кто-то больше ест, кто-то меньше ест. Нельзя сказать, что тот, кто ест больше, в некоторых случаях, когда это потребность, нельзя сказать, что он обжора. У разных людей разные потребности. То же самое секс. Есть люди меньше хотят, есть хотят больше. Но главное, чтобы это было не озабоченность какая-то и не какая-то вот такая низменная страсть, а познать свою потребность. У всех разная потребность организма. Это надо понимать. Это главное. Нету какого-то идеала, кроме идеала любви и гармонии. Других идеалов не существует. Все остальное индивидуально для индивидуальной личности, для индивидуального развития. Можно все. Абсолютно можно все, если это в любви и гармонии. То есть это важный критерий любовь и гармонии. И тогда разрешается все. Потому что гармония – это как раз равновешенность. Это не чрезмерность. Это когда человек уже осознает эту гармонию. Ему можно все. Такому человеку, ну сколько ему денег не дашь, он потратит столько, сколько ему надо. То есть его нельзя избаловать этим. Его нельзя искусить этим. Этот человек, живущий в гармонии, ему может Бог дать все, что угодно в его управлении, и он не будет этим злоупотреблять. То же самое и здесь. Запомните вот эти важные критерии – любовь и гармония.